Новый 2019 год начался с судебного процесса, которого ждали по преступлению, о котором говорили в масштабах всей страны. Преступление страшного, дерзкого и на первый взгляд бессмысленного. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Патрульная служба». Предположение, что столь громкое уголовное дело будет рассматриваться в Тверском областном суде, не подтвердилось. Дело 15-летнего подростка, убившего своих близких, маму и бабушку, рассматривает Конаковский городской суд. Процесс проходит под председательством федерального судьи Антона Багдасаряна. В разговоре с нами Антон Георгиевич не стал загадывать. Дело сложное, и сроки его рассмотрения могут быть разными. Начало процесса ожидают отец и сестра подсудимого. Отец на камеру говорить отказался, но сообщил, что часто навещает сына в следственном изоляторе. В неволе сын увлекся рисованием. В СИЗО камеру с ним разделяют еще двое несовершеннолетних. Андрей, скажите, пожалуйста, зачем вы это сделали? В английском изоляторе. Вы раскаиваетесь? Да. Увидев в зале отца, подсудимый кивнул ему. Сестра на начале процесса не присутствовала. Ее, как свидетеля, вызвали позже. Аня, скажите, пожалуйста, как вам жилось это время? Ну, смотря какое время. После? Ну, после, после. Более-менее нормально. Скучаете по маме с бабушкой? Да, скучаю. Чем, чем, вот как вы, чем можете оправдать брату поступок? Ну, тем, что, просто, типа, то, что они, как бы, его постоянно, ну, как сказать и так, что, что они его постоянно, ну, придирали, типа, наказывали часто, орали только этим. А вас к вам как относились? Ну, когда, как, тоже, типа, за косяки тоже были, типа, ну, ругались, ругались, да, но не часто. Вы сейчас у папы живете? Да. У папы, да? Там большая семья? Нет, только я и папа. Только вы вдвоем? Да. Тот коттедж навещаете, нет, были там? Да, по выходным мы все-таки навещаем. Угу. Как вы думаете, что назначат брату? Ну, лет десять, наверное, заключение. Жалко его? Ну, да, жалко, потому что я не ожидала от него такого вообще. Такого от 15-летнего школьника не ожидал никто. В мае прошлого года патрульная служба выезжала на место трагедии, в деревню Сажино, что в трех километрах от Конакова. Я с ума сошла. Просто... Ой, у нас такой случай, это ужас. 17 мая вся деревня обсуждала случившееся. Накануне вечером сюда приехала полиция. Говорят, муж нашел. Как бы вызвал. А вот вчера, допустим, вчера я видела, как милиция полдесятого вечера проезжала. Это значит, проехала по центральной. Потом свернула на Вишневую. А сегодня уже утром выяснилось, что вот в этом доме убийство произошло. Дом, где произошла трагедия, находится на самом краю деревни. Соседей нет. Рядом только поле и кустарники. Сюда ведет отдельная дорога. Именно по этой дороге вечером 6 мая сюда на своей машине приехала 54-летняя хозяйка дома и ее 16-летняя дочь. Женщина, поставив машину в гараж, пошла внутрь дома. Вскоре девочка, которой осталось закрывать калитку и двери гаража, услышала крики матери о помощи. Девочка знала, внутри находится ее сводный брат, 14-летний подросток. Когда девочка прибежала на крик, то увидела, как брат бьет мать ножом. При мне же было несено 4 удары в шею. Не знаю, сколько, когда она открывала подвал. И потом же он просто поставил под ножку, и она упала на ее доме. Женщина умирала долго. Около 20 минут раздавались ее хрипы. Брат в это время, он уже начал собирать свои вещи, чтобы ехать в город. А вы где находили? Я находила в своей комнате. После этого он меня позвал вниз. Он сказал здесь все убрать. А мама где находилась? В воде, еще здесь. Он уже тогда начал убирать труп. Обвязав труп веревкой, парень потащил мертвую мать в подвал, где уже лежала убитая им же бабушка. По данным следствия, 80-летнюю женщину внук убил этим же днем, только утром. Она смотрела телевизор. Он сказал, что я подошел сзади и нанес здесь топором удар. По версии следствия, 6 мая текущего года в утреннее время, несовершеннолетний, находясь по месту своего проживания в деревне Сажина Конаковского района, на почве личных неприятных отношений к своим неродным матери и бабушке, которые вырастили его с двух лет, нанес пожилую женщину топором множество ударов в область головы. Непосредственно после этого подросток взял нож, которым продолжил наносить женщине удары в области шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений бабушка скончалась на месте происшествия, после чего несовершеннолетний перетащил ее тело в подвал дома. Говорят, когда вечером мать зашла в дом и увидела кровь, сразу кинулась к входу в подвал, куда вели следы. Тут-то на нее и напал сын. Кровь была вот на этих стенах, но я ее отмыла. И вот в основном, основная лыжа была в 10. Напомним, убийство совершено 6 мая. Тела женщин нашли вечером 16 мая. Десять дней убитые лежали в подвале дома, где продолжали жить брат с сестрой. А он вам запретил говорить, да, что-либо? Да, сказал, что ты будешь следующим, кого я могу убить. По словам сестры, первое, что сделал после убийства подросток, пытался вскрыть имеющиеся в доме сейфы. Один поменьше находился в кухне. Он пытался сначала разбить его, скинулся со второго этажа, из-за которого ничего не выйдя. Он просто на два дня забыл про него, потом приехав, он звонит мне, я разбил сейф. Я спросив, как он это сделал, он сказал, что это произошло топором. Я не стал точить, каким может тем же, что он совершал убийство, может быть другим. Большой же сейф он распиливал болгаркой. Той самой болгаркой, за которой они приходили к соседям. Они так сказали, можно болгарку, чтобы сейф вскрыть. Больше ничего не знали. Когда приходили? Где-то неделю назад. А кто приходил? Мальчик, Аня или его сестра, еще какой-то мальчик, не знаю. Их трое было. Там находились сто с чем-то тысяч, и тут было около сотни. И в итоге он потратил около 200 тысяч, да, мне на две недели 10 тысяч рублей. А еще парень снял с руки матери золотое кольцо и отнес его в ломбард. Также поступил и с другими находившимися в доме украшениями. Ему что, не хватало денег? Судя по обстановке, семья жила, мягко говоря, не бедно. Коттедж на элитной конаковской земле. Дом полная чаша. Вот я, допустим, слышала, вот как бы по деревне, что они занимались мясом, торговали. Свиней они тут держали, вот как бы там они держались. Все, больше это закрытые люди, мы практически их и не видели, и не знали. Как здесь? Они приехали на машине. Но они не общались, как мы. Не общались, конечно. Да, они не общались. Вчера на месте трагедии я услышала, что этот мясной бизнес якобы мог сыграть зловещую роль. Мальчик с детства привык к крови, помогая родителям разделывать туши. Но это только догадки. А вот что сказала сестра на наш вопрос о причине чудовищного поступка брата. Почему он это сделал? Он мне раньше говорил, что ему нужна была свобода, свобода действия, свобода слова. То, что ему надоело все это и попрекательство матери. Я все время его пыталась освободить от этих мыслей, и у меня просто ничего не получилось. Я просто понимала то, что в конце концов поняла, что он реально немножко двинулся умом. В школе подозреваемого и его сестру считали странными. Как в деревне всех, кто уединенно жил в этом доме. Те, кто учился с подростком в одной школе, а на учебу он и сестра ездили в Конаково, говорят, в последние 10 дней он по-другому себя вел. Он всегда почему-то один был. Он всегда с кем-то ходил, а последние 10 дней один ходил. Соседи говорят, 6 лет назад, когда родители развелись, дети остались жить с мамой и бабушкой. Кто в этом коттедже останется жить теперь, после трагедии, неизвестно. Возможно, дочь возьмет к себе отец. Именно он вечером 16 мая, заподозрив неладное, вызвал полицию. Телефон бывшей жены и тещи не отвечал, а сын отказывался пускать его в дом. Что за характер у человека был? Не знаю, нормальный парень. А что могло быть причиной, даже непонятно. Вы как нашли-то? Вы обнаружили, да? Не открывал? Да. А потом как, в полицию пошли? И что, увидели? Он сразу сознался? Практически. Уже более полугода подросток лишён свободы. Ему ещё не исполнилось 16-ти. Его сестра в начале января отметила 17-летие. После трагедии девушка поступила в Конаковский энергетический колледж. Внешне она спокойна. Как спокоен, на взгляд, со стороны и её брат. Но что творится в его душе? Как можно жить, совершив такое? Разве что отвлекает рисование. Мы следим за ходом событий. Редактор субтитров А.Семкин